МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульмуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Будьте осторожны! В городе квартирные мошенники. Семь учеников школы-интерната для детей с задержкой психического развития отравились в Караганде. В связи с ухудшением погодных условий работы для карагандинских травмпунктов и служб чрезвычайных ситуаций прибавилось. Семь учеников школы-интерната для детей с задержкой психического развития отравились в Караганде. Школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу. Ребята жаловались на боль в животе. Причины отравления пока неизвестны. Семеро учеников начали жаловаться на боль в животе еще вчера вечером. При поступлении в больницу диагнозы двоих не подтвердились. Их отправили в интернат. Причина отравления будет известна только после экспертизы. До окончательных результатов бактериологического исследования с нашей стороны и окончательных результатов работы сотрудников Агентства по защите прав потребителей говорить о наличии острой кишечной инфекции либо пищевого отравления мы не можем. Результаты работы три дня. То есть на третий день мы даем результаты бактериологического исследования. Госпитализированные дети – ученики 2, 4 и 9 классов. Администрация школы-интерната исключают версию массового пищевого отравления. Ведь в учебном заведении занимаются более 200 детей. Сейчас инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело. По факту обращения в медицинских учреждениях, учащихся одной из средней школы Караганды, начато досудебное производство по статье 114 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводится расследование. В столовой школы-интерната работают сотрудники СЭС. Они проверяют пищу и санитарные условия. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде семья стала жертвой мошенников. Неизвестный аферист дал квартиру многодетной семье и, взяв оплату за 10 месяцев, исчез. Гульза Цахова разбирала ситуацию. Семья Кенжиных седьмой год подряд живет в съемных квартирах. В очередной раз они нашли жилье по рекламе, размещенной на сайте ОЛИКС. Встретившись с хозяином, обе стороны обговорили условия найма. Многодетная семья сняла жилье в мае, оплатив аренду за 10 месяцев вперед. Такое условие хозяина, конечно, смутило квартирантку. Однако хозяин объяснил, что ему срочно нужны деньги. «Вчера пришли из милиции и потребовали освободить квартиру. Нам сказали, что они нашли законного хозяина. Человек, сдавший им квартиру, находится в розыске. Такая новость ошарашила нас. Что делать теперь, мы не знаем. Куда нам идти зимой?» Со слов съемщицы жилья, хозяин представился верующим и вошел в доверие сразу. От семьи Кенжиных он получил 300 тысяч тенге и обещал не беспокоить жильцов. Заселившиеся квартиранты долго возились с уборкой, ведь жилье было в антисанитарном состоянии. Пришлось поменять обои, окна и батареи за свои деньги. К сожалению, квартиранты не успели заключить письменный договор. «Я думаю, что здесь что-то не так. Нас обманули. Кто-то явно хочет присвоить квартиру. Главное, мы сделали ремонт, оплатили за аренду, а теперь нас выгоняют». На требования квартирантов заключить письменный договор хозяин находил разные причины отказа. Простые люди верили ему на слово. Последние три дня хозяин вовсе пропал. К квартирантам нагрянули правоохранительные органы и потребовали освободить помещение, объяснив, что хозяином квартиры является другой человек. В панике семья Кенжиных начинает разыскивать человека, сдавшего им квартиру мошенника по имени Жан-Доржумадилов. Однако от него ни слуха, ни духа. «Неизвестные вчера окно разбили. Пока я вышел на улицу, они убежали». Супруг Гульнары, Иржан Кенжин, в данное время безработный. Уже полгода как не может получить сотолженность по зарплате. Снять другую квартиру у них нет средств. Добиться справедливости не позволяет отсутствия письменного доказательства. Тех людей, которые уже попали в эту ситуацию, оплатив деньги за 10 месяцев, у них есть полное право сейчас проживать в этой квартире до тех пор, пока собственник квартиры не обратится к ним о выселении их. Потому что мы не знаем, может быть, собственник квартиры вместе с ним, может быть, от его имени, правильно? Для этого суд должен выяснить. Ни правоохранительные органы, ни любые другие органы их выселить из этой недвижимости не имеют права. Выселением занимается только по решению суда. С присутствием судебных исполнителей, которые будут действовать на основании решения вступившего в законную силу. В последнее время участили случай квартирного мошенничества. Прежде чем снять квартиру, стоит составить и у законе двухсторонний договор. По словам представителя закона, семью Кенжина никто не вправе выселять, пока не найдется законный хозяин. Квартирантам теперь лишь остается обратиться в гражданский суд по делу о мошенничестве. Гульза Ацахова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Подведены итоги проведенных государственных закупок. В текущем году в Карагандинском регионе было проведено 776 конкурсов и аукционов на 34 миллиардов 104 миллионов тенге. Однако чиновники отмечают, некоторые акиматы проводят эти процедуры самостоятельно и при этом игнорируют все сроки. А это противоречит законам. С 1 января текущего года областное управление государственных активов и закупок определено единым организатором конкурсов по государственным закупкам. Управлением ведется исковая работа в отношении потенциальных поставщиков, которые имеют задолженности по исполнительным листам и представивших недостоверные сведения в конкурсных заявках. На данный момент уже подано 24 иска. Также докладчик отметил, что нарушают правила госзагупок и акиматы. Что в нарушении статьи 7 закона Республики Казахстан о государственном закупке и вашего распорядения о проведении конкурса единым организатором отделами строительства Абайского района, городов Караганды и Садпаева, самостоятельно объявлены и проведены конкурсы по бюджетным программам. В адрес этих акиматов направлены письма предупреждения. Недобросовестные госслужащие призваны к дисциплинарной ответственности, пояснил докладчик. Еженедельно предоставлять информацию о проведении конкурсных и аукционных процедур по государственным закупкам управления госактивов и закупок. Второе. Акима Мабайского, Бухар-Жировского, Нуринского, Шетского районов, городов Караганда, Сарань, Шахтинск. Провести анализ причин позднего проведения процедур государственных закупок. Глава региона призвал чиновников неукоснительно соблюдать законодательство в сфере государственных закупок. Аймам Ринаулжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Послание президента стало главным ориентиром в решении проблем сегодняшнего дня. В городском Акимате прошло собрание актива. Аким города Нурлана Убакиров озвучил главные задачи, поставленные главой государства. Наш корреспондент продолжит тему. В конференц-зале собрались руководители государственных учреждений, депутаты городского маслехата и ветераны. Главной темой стало очередное послание президента. Аким города рассказал о работе, проделанной в текущем году. Нурлана Убакиров подчеркнул всю важность и ответственность в решении поставленных президентом задач. Особо глава города заострил внимание на экономическом вопросе, отметив, что Казахстан в ближайшее время должен войти в тридцатку развитых стран мира. В новом стратегическом документе главы государства обозначены главные приоритеты развития страны, намечены пять направлений антикризисных и структурных преобразований, направленных на стабилизацию финансовой системы, оптимизацию бюджетной политики, стимулирование экономической конкуренции, создание новой инвестиционной и социальной политики. Нам необходимо сообщать, определить приоритеты в решении новых масштабных задач, поставленных президентом страны. На заседании актива города обсуждали социальные вопросы. На сегодня в Караганде живет 264 малообеспеченных семей. Более 5000 граждан уже получили социальную помощь. Уровень бедности составляет 0,2%. Не обошли стороной проблему безработицы. Около 7 тысяч жителей города обеспечены постоянной работой. По статистике сейчас уровень безработицы в среднем 5,3%. Что касается реформ, которые обеспечивают стабильность экономики, общества и государства, то главная задача заключается в реализации плана нации 100 конкретных шагов. Ключевым аспектом развития становится модернизация всех сверхобщества в рамках стратегии «Казахстан-2050», где основной ориентир нацелен на принципах общества всеобщего труда и социальной ответственности. Хотелось бы отметить, что красной нитью через все послание проходит вера президента в народ Казахстана. В сфере здравоохранения и образования отмечается положительная динамика. В нашем регионе снижен уровень младенческой смертности на 1,8%. Уровень заболеваемости туберкулезом снижен на 6%. Больше 90% медицинских сотрудников трудоустроились по специальности. Модернизация образования весьма актуальна. Сейчас 11 проектов по строительству детских садов разработки. Идет строительство одного детского сада в микрорайоне Кендала на 320 мест. Рассматривается вопрос строительства новых образовательных учреждений. Новостью для молодежи стала программа, по которой с 2017 года будет введено бесплатное обучение по техническому профилю. Караганинский государственный университет уже участвует в этой работе, реализуя социальный проект на Англике, Джастаре, Индустрия, РА, СЕП и Коммуниелю. В рамках которого на нас учатся более 200 студентов из южных и западных областей Казахстана. Они обучаются по техническим, естественно-научным, педагогическим специальностям. С удовлетворением могу сказать, что на сегодняшний день эти ребята демонстрируют хорошие академические показатели, активно участвуют в общественной, творческой и спортивной жизни. Надеемся, что в дальнейшем они будут успешно работать в нашем регионе в соответствии с полученным в университете квалификации. На собрании актива рассматривался вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. На сегодня реализовывается 11 проектов по программе «Нурлыжол». Аким города поручил заместителям взять на контроль приватизацию и передачу в частную собственность предприятий. Впервые президент сказал о том, что Казахстаном принята стратегия антикризисной программы еще до этого послания. То есть он сказал о том, что стратегически мы в принципе все шаги уже делаем на самом деле. Это и первая пятилетка государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. Это и развитие бизнеса в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020». То есть это привлечение инвестиций. То есть какие-то шаги мы уже сделали. Послание является главным ориентиром в решении проблем. Глава государства в плане «Нации 100 шагов» выработал пять институциональных реформ. Предложено 80 новых законов, из которых 60 уже утверждены парламентариями. Остальные 20 до нового года получат юридическую силу. В завершение собрания актива города Нурлана Убакиров поручил всем руководителям предприятий и организации, всем акимам районов провести разъяснительную работу по посланию президента. И отметил, что основная работа теперь будет заключаться в решении поставленных задач. В связи с ухудшением погодных условий работы для карагандинских травпунктов и служб чрезвычайных ситуаций прибавилось. Люди все чаще становятся жертвами природных катаклизмов. Вроде только недавно за окном была настоящая весна. Таял снег, появлялись проталины. Но уже сегодня, выглянув в окно, еще раз можно убедиться, что все-таки уже декабрь. Резкое изменение погоды доставляет жителям много неудобств. Из-за сильного гололеда горожане становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий и все чаще обращаются в травмпункт. В связи с изменением погодных условий в Карагандинской области в нашей клинике поступает ежедневно обращаемость гражданам Карагандинской области в день 80 пострадавших, которые обращаются в травмпункт и в клинику. Они часто обращаются к нам с травмами различных характеров, травмами верхней и нижней конечности. Чаще это в травмпункт обращаются с переломом лучей в типичном месте, переломом пальцев, кисти, стопа. И также поступает с переломом голени, это уже по мне, который поступает в санкционар. Как сообщают сотрудники ЧАЭС, множество аварий и столкновений случаются на междугородних трассах. В основном это происходит из-за оживленного движения грузовых машин. Только за последние 4 дня количество ДТП значительно увеличилось. Через нашу область проходит много трасс республиканского значения. На данный момент спасатели действуют оперативно. На сегодняшний день трасса Тимиртау-Акмала закрыта. Как утихнет в юго, движение будет восстановлено. По статистике, с начала декабря текущего года были спасены более 10 человек. Жители Караганды просим быть бдительными. Советуем населению воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно с детьми. Чаще всего неприятности происходят от неподготовленности автотранспорта к погодным условиям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону 102. Дело об убийстве жителя поселка Агадырь, за которое осудили бывшего полицейского, набирает резонансные обороты. Родственники осужденного Ерлана Канафина не согласны с приговором и хотят подать жалобу в Международный суд. Напомним, ранее близкие и знакомые Канафина уже устраивали пикет в его поддержку. Однако несколько ступеней судебных разбирательств они проиграли. Решение суда вступило в силу и мужчина уже отбывает срок. Мы считаем, что Канафина и Ерлана осудили несправедливо. Напомним, Ерлана Канафина осудили 14 июля. Его признали виновным в убийстве односельчанина Талгата Кокеева и дали 6 лет. По версии следствия, Канафин нанес Кокееву несколько ударов, отчего последний получил закрытую черепно-мозговую травму, особо опасную для жизни. Погибший умудрился ходить с раздробленной головой более 10 дней. Родные Канафина считают, конфликта между погибшим и осужденным не было. А эти экспертизы куплены заинтересованными лицами. Ведь за несколько часов до смерти Кокеев находился в районном отделе внутренних дел. Туда же ему дважды вызывали скорую. «Убитого нашли на улице полицейские. Им кто-то позвонил. Кокеев был в коме. Полицейские отказались везти его в больницу, ведь он мог умереть у них на руках. Они напрямую замешаны в смерти Кокеева. Чтобы скрыть это, они нашли крайнего». Сегодня родственники осужденного и потерпевшая сторона встретились в зале областного суда. Каждый из них верит в свою правду. Адвокат осужденного Ерлана Канафина просит касационную коллегию допросить свидетелей, которые прольют свет на истину. Со слов правозащитника, в деле очень много нестыковок. «Половина жителей Агадыря могут подтвердить, что Канафин не виноват. Перед смертью сам Кокеев признал, что его били трое мужчин. Называя их, он не называл фамилии моего подзащитного. Затем один из избивших погибшего дает показания против Канафина. Как такое может быть? Ведь это не объективно». Мать погибшего считает, что осужденный получил мало. Она хочет взыскать с Канафина моральный и материальный ущерб. «Канафину нужно еще добавить срок. Он жив, а мой сын мертв. Он вернется, а мой мальчик нет». Судьи оставили решение апелляционной инстанции без изменения. Но семья Канафина не намерена сдаваться. «Буду обращаться к Верховному суду. Если к Верховному суду я не могу, не найду справедливости, конечно, у нас имеется международный суд. Так как наша страна демократическая, наверное, я все свои права использую. Буду идти дальше, доказывать невиновства и обратно». Аймам Ринежа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Городская акция, посвященная Всемирному дню по борьбе со СПИД, собрала полный зал учеников школ и студентов. На мероприятии присутствовала жительница города Тимиртау, которая вот уже 19 лет борется с этой болезнью. Она откровенно рассказала, каково это быть ВИЧ-инфицированной. Тему продолжит Диана Рамазанова. «Я на месяц езжу в центр СПИД, принимаю, мне дают на месяц таблетки, я их принимаю». Ирине Петровой сейчас 40 лет. О своем заболевании узнала, когда находилась за решеткой. Причиной заражения послужил самый распространенный на сегодняшний день метод – наркотики. Будучи юной, Ирина вместе со своим молодым человеком серьезно увлекалась белым ядом. На тот момент ее друг уже являлся переносчиком этой страшной болезни. К сожалению, они об этом не знали. Сейчас Ирина замужем, имеет престижную работу, но самого главного – детей так и не обрела. Говорит, это большая ответственность для больного с ПИДом. «У меня на работе все знают о моем статусе. Все очень хорошо относятся ко мне. И мне это не мешает в жизни. Единственное, о чем я жалею, только когда нужна моя группа крови, я не могу помочь человеку. И все». На лечение ВИЧ-инфицированных государство выделяет немалые деньги. С каждым годом больных становится больше, и все они нуждаются в дорогостоящей терапии. По статистике, в течение 12-15 лет половина зараженных, не получающих необходимую терапию, умирает. «Организаторы акции по борьбе со СПИДом предусмотрели для участников экспресс-тестирование на ВИЧ-СПИД. Теперь узнать свой ВИЧ-статус можете лишь всех за этот стол. В течение 15 минут я узнаю свой ВИЧ-статус». Сегодня люди с ВИЧ-инфекцией при своевременном и правильном лечении возвращаются к своей работе, не теряют трудоспособности. Но главное достижение, что от людей, живущих с ВИЧ, в большинстве случаев рождается здоровое потомство. В течение месяца учеников школ, студентов и населения города информировали о том, чего не следует делать, чтобы не столкнуться с болезнью СПИД. «Все необходимые социальные услуги оказываются по обращению. Конечно, в первую очередь, это трудоустройство, оказание услуг по образованию, оказание медицинских услуг. То есть все предусмотрены для любого гражданина Республики Казахстана». За прошедший год в области выявлено около 400 случаев ВИЧ-инфицирования. Половина зарегистрированных – это молодые люди от 14 до 29 лет. На сегодняшний день ситуация по ВИЧ-инфекции в Карагандинской области остается напряженной. Диана Рамазанова, Жасулан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Независимый Казахстан – мир без границ. С помощью данного проекта Палата предпринимателей Карагандинской области создает мосты между студентами Караганды и странами как ближнего, так и дальнего зарубежья. На этот раз в шахтерскую столицу посетили гости из Швеции и Норвегии. Подробности визита вы узнаете в сюжете от Сельца Занбаевой. Проект «Независимый Казахстан – мир без границ» реализуется уже второй раз. В прошлом году Караганду посетили гости из посольства Королевства Норвегии. Карагандинцы узнали о традициях и особенностях быта, о норвежской гастрономической культуре. В этом году Караганда принимает гостей из Швеции и Финляндии. Проект направлен на развитие сотрудничества Казахстана и в первую очередь молодых профессионалов с различными регионами и странами мира. Казахстану в новом тысячелетии нужно развивать свое место в глобальном международном разделении труда, в глобальном мировом рынке. И поэтому мы считаем, что у нас есть уникальная возможность сегодня посредством работы со студентами колледжей и вузов формировать специалистов, для которых мир будет открыт. В проекте «Независимый Казахстан – мир без границ» мы работаем с посольствами и представителями институтов развития. В начале программы студенты, обучающиеся по специальностям туризм и ресторанное дело, встретились с послом Швеции Кристианом Камил. Посол рассказал будущим специалистам о тонкостях туристического бизнеса в стране. Затем прошла рабочая встреча посла Швеции и Норвегии с представителями туристических фирм нашего города. Выступающие рассказали об особенностях и специфике обмена туристами, а также немного познакомили с красотами своих стран. Далее все участники встречи за чашечкой кофе отвечали на вопросы викторины. Как сегодня выразился в лекции посол, разница между шведом и португальцем гораздо больше, чем между шведом и казахстанцем. Поэтому для того, чтобы узнать другую страну и, например, в Казахстане также пережить взрыв креативной революции, каким когда-то на последние два десятилетия отличается Швеция, для этого нужно просто повнимательнее посмотреть друг на друга и открыть те перспективы, которые еще недавно оказались, скажем так, далекими. Посол Кристиан Камил в Караганде уже третий раз. За время работы в Казахстане Кристиан побывал в девяти областях страны. Гость отметил красоту природы и величие казахстанских степей. На сегодняшней встрече представители посольства Швеции подробно рассказали об открывающихся возможностях получения образования в их стране для карагандинской молодежи. По словам гостей, многие студенты из Караганды уже обучаются в вузах Швеции по программе «Булашак». Сегодня мы приехали с двумя целями. Это встреча с студентами в университете и тоже по протяжению туризма в Швеции. Мы считаем, что есть хорошая перспектива для развития туристического бизнеса, взаимная. И со мной сегодня представители финского посольства. Это наша соседняя страна. И считаем, что раз не совсем рядом находятся наши страны, целесообразно посетить и Швецию, и Финляндию. Ежегодно проект реализуется по разным специальностям в вузах Караганды. Проект не несет в себе общеобразовательный характер. Основной акцент делается на воспитании настоящих профессионалов. Он открывает новые горизонты для карагандинских студентов, дает возможность качественно улучшить уровень образования. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире Первого Карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова